Государственный переворот Мухаммеда Дауда Дауд, отстраненный от власти Захиршахом в 1963 году, поднял мечу. И в 1973 году при поддержке офицеров-коммунистов ему удалось, совершив государственный переворот. Следует заметить, что мнения на сей счет расходятся. Одни склонны полагать, что это было акцией, управляемой из Москвы, другие же считают, что Дауд воспользовался влиянием коммунистов. Как будто ни было, факт остается фактом. В правительстве Дауда насчитывалось 7 министров-коммунистов, принадлежащих к фракции Парчан. Были приостановлены конституционные свободы. При подстрекательстве коммунистов прокатилась первая волна репрессий. Лидер националистического движения Хашим Мейван Даль, бывший премьер-министр либеральной ориентации, находившийся у власти с 1965 по 1967 годы, был арестован по обвинению в заговоре вместе с четырьмя десятками других, из которых четверо были казнены. По официальной версии, Мейван Даль подкончил с собой в тюрьме. По общему же мнению, речь шла об убийстве, которое было спланированной акцией, направленной на то, чтобы отрезать Дауду все пути к отступлению и устранить ряд влиятельных лиц некоммунистической ориентации. Террор и пытки повсеместно стали обычным делом. А в 1974 году первых узников приняла зловещая тюрьма Поличарки. Все же Дауд отстранил в 1975 году коммунистов от власти и заключил новые торговые соглашения со странами Восточного Блока, а также с Ираном и Индией. Отношения с СССР стали ухудшаться, а во время официального визита в Советский Союз он поссорился с Брежневым и попытался укрепить экономическую независимость страны. Однако его дни были сочтены. 27 апреля 1978 года Дауд был свергнут. Майкл Барри очень точно характеризует ситуацию в стране накануне этого государственного переворота. Цитирую. До 1978 года Афганистан был сверским государством, нетерпимым даже к мусульманской оппозиции объединительного толка. официально нейтральным, снисходительным в отношении Советского Союза, никоим образом не оспаривавшим ни его границ, ни порабощения, ни других мусульман. Нет никакого смысла утверждать, будто СССР сделал упреждающий шаг, желая блокировать подъем объединительного мусульманского движения. Ведь устранив Дауда, он скорее усилил исламское влияние, которого до этого времени имело тенденции недооценивать. Более того, создается впечатление, будто с этим коммунистическим переворотом поторопились для того, чтобы буквально в самый последний момент помешать Афганистану вырваться из объятий Советской империи. Афганистан Продолжение следует...